Продолжение следует... 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 Эти цели призваны преодолеть серьёзный пробел прежнего набора целей ЦРТ, а именно интегрировать экономические, социальные и природоохранные аспекты эволюции человеческих обществ. Хотя будущее трудно предсказуемо, ряд изменений, которые определят его лицо, достаточно очевиден. К 2030 году людей на Земле станет больше ещё на 1 миллиард. Ощутимо, более половины населения планеты будет проживать в городах. Частные инвестиции в развивающиеся страны будут возрастать, а государственная помощь развитию поэтому снижаться. Благодаря интернету и мобильной связи информационно-технологическая революция продолжится уже при вычлене жилово-пружительной лицензии. Но прогнозируется, увы, и негативная тенденция. Неравенство между государственными и внутренних сотрудницами в вопросе, в том, удастся ли уменьшить его масштабы. Сегодня только 1% мирового потребления приходится на 1,2 миллиарда беднейших людей, тогда как доля потребления в 72% приходится на миллиард самых богатых. Известную новизну в сегодняшних условиях приобретает упор на социальную справедливость, без которой всеохватный экономический рост и меры по охране природы вряд ли возможны. В этом контексте для всех, кто сколь-нибудь внимательно следит за приоритетами ООН, неудивительно, что организация делает упор на важности улучшения качества жизни по всему земле. Помимо перехода к сбалансированному потреблению и производству, речь идет о поощрении инноваций, новых технологий и экономике знаний. Сегодня уже довольно широко распространено убеждение, что здоровое общество и здоровые рынки – это две стороны одной медали. И на этом основана концепция устойчивости, мы, конечно, будем говорить об устойчивом развитии. На этом основана концепция устойчивости, которая говорит, что долгосрочные ценности можно производить, лишь обращаясь одновременно к следующим факторам. Отказ от погони за прибылью любой ценой, забота об окружающей среде, общественный диалог и этическая составляющая. Проблемы и вызовы в современном мире слишком велики, чтобы рассчитывать решить их по государственной линии, без вовлечения гражданского общества, бизнеса и науки. Как я понимаю, в этом суть сегодняшнего Конгресса. Но одновременно в позиции всех этих секторов тоже произошли перемены, рождённые как профессиональными, так и этическими соображениями. Предстоит определить, как сформулировать самую широкую концептуальную дилемму. Что первично, а что вторично – экономический рост или развитие. Для Организации Объединённых Наций ответ ясен – приоритет, конечно же, отдаётся развитию. И таким образом я бы сказал, что сегодня дилемма стоит таким образом. Нью-Йоркское согласие против вашингтонского консенсуса. Последнее, что я хотел вам сказать. Предстоит предложить в ближайшие годы индикаторы продвижения к экологически стабильному, экономически эффективному и справедливому обществу. Рекомендованный набор индикаторов может быть весьма полезен для принятия политических и управленческих решений на национальном уровне, причём на разных этапах этого процесса. От определения ключевых природоохранных задач, оценки потенциальных выгод и издержек различных вариантов действий до определения, какие инвестиции будут оптимальными. Идея найти новые «оршины» постоянно присутствует в дискуссиях последних лет. Так или иначе, речь идёт о том, чтобы уйти от зацикленности на ВВП, как главном мериле экономической успешности. Работа ведётся на несколькими предложениями. В частности, в Рио-де-Жанейро в 2012 году на конференции Рио-Плес-20 был представлен новый индекс, который называется «Комплексный индекс благополучия» – «The Inclusive Wealth Index». Приблизительно такую же идею и сформулировала программа развития ООН. ЮНЕП, программа по окружающей среде, предложила целый набор индикаторов, и мне лично их набор кажется наиболее впечатляющим. С их точки зрения, первая группа индикаторов касается проблем окружающей среды. Они распространялись бы на изменение климата, заботу об экосистемах, включая нагрузку на леса и водные источники, ресурсы и эффективность, и далее сборы и удаление кимикатов и отходов. Вторая группа индикаторов касается вариантов политических решений и выборов в сфере политики. Среди них зеленые инвестиции, позеленение фискального законодательства, учет стоимости продуктов и услуг так называемых экстренелитис, то есть в частности цена углерода, воздействие на экосистемы и система закупок в контексте зеленой экономии. Наконец, третья группа индикаторов касается благосостояния людей и социальной справедливости. Среди них занятость, справедливый доступ к ресурсам, состояние здравоохранения. Завершая, хотел бы сказать, что в целом уже, пожалуй, достигнуто согласие относительно сети приоритетов действий на период 2015 года. Это эффективное управление и верховенство закона, это образование, это социальная интеграция и всеобщность, это устойчивое потребление и производство, и это искоренение нищеты. На фоне нынешней вялой экономической активности особая важность приобретают меры по поддержке занятости, в том числе в отношении групп, находящихся в особо сложном положении, включая инвалидов и коренные народы. В этом контексте я хотел бы завершить, завершая напомнить вам, что сегодня Всемирный день людей с инвалидностью и хотел бы сказать, что это огромная социальная прослойка, ее ряды растут, сегодня это уже 15% населения мира, в том числе России, и внимание общества, в частности в России, к этой большой проблеме постепенно повышается, но это еще далеко недостаточно, и нам предстоит пройти еще большой путь для того, чтобы люди с инвалидностью стали полноценными членами общества в России. Спасибо за внимание. Спасибо большое за содержательное, Павел, по нью-йоркскому согласию и сегодняшнее наше московское согласие против Вашингтонского консенсуса. Я должен знать, что мы с Организацией Объединенных Наций постоянно работаем. С 2006 года мы трижды провели заседание круглых столов в штаб-квартире ООН, провели заседание цивилизационный конгресс-форум в рамках РИО-плюс-20, и в прошлом году Институт экономической стратегии, Международный институт Сорокина-Кондратера получили консультативный статус при экономическом социальном совете ООН. Вообще, я думаю, что мы впредь будем активно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Слово для приветствия имеет председатель Общества Дружбы Россия-Китай, директор Института Дальнего Востока Российской Академии НОК Академии Титаренко Михаил Дуантьевич. Уважаемый профессор Джан Шауфуа, уважаемый профессор Яковец Дмитрий Владимирович, уважаемые коллеги, для меня большая честь приветствовать сегодня наше замечательное собрание мудрецов. Я хотел бы сказать, что это необычное собрание с необычной повесткой и в крайне необычном месте. Россия – это страна, где сформировались идеи космизма. Это страна, где была формулирована Академия Тавернацкий «Теория ноосфер». Это страна, которая идеи космизма и иносферы реализовала в практических действиях по освоению космоса, запустив первого человека в космос Юрия Газарина. И сегодня здесь собрались ученые, общественные деятели, дипломаты, политики для того, чтобы обсудить не просто экстраполяцию главных тенденций или улучшенную экстраполяцию нынешней ситуации, а совершить, согласно подготовленным документам, рывок на столетия вперед. И это очень амбициозная, очень смелая инициатива, которая базируется на основе научного синтеза идей космизма, конвергенции социальных теорий, в сочетании идей построения иноосферной цивилизации общества справедливости и построения и реализации идеи создания на нашей планете города Солнца. То есть мы являемся свидетелями попытки предать и научно оформить длительные мечты человечества о счастливом будущем, о ноосферной цивилизации. Здесь собрались люди, которые имеют разные точки зрения на эту проблему. И найти баланс, общий консенсус по этой проблеме будет очень непросто. Но я думаю, что попытка вот такого обобщения развития науки и научной мечты, научной гипотезы, сочетания идеями социальной справедливости, это в любом случае благородная попытка, которая, безусловно, будет способствовать оздоровлению общественного климата и стимулировать появление новых идей формирования и реализации в долгосрочной перспективе концепции устойчивого развития и построения ноосферной цивилизации на принципах сохранения окружающей среды, создания максимально благоприятных условий для развития человечества. Читая документы, подготовленные нашими организаторами к этому форуму и обращения организации «Дневных наций» и столетний план построения национальной цивилизации, я невольно вспомнил великого китайского мудреца, ученика Конфуция, который потом уже и критиковал самого Конфуция, я имею в виду Модзе. В этом трактате Модзе содержится на полторы тысячи лет более ранняя концепция создания общества справедливости на основе общественного договора. В главе «Верховенство единства» Шантунь называется по-китайски, в книге Модзе говорится, было время, когда люди жили как двери. Каждый человек имел свое представление о справедливости и о правде. Десять человек было десять справедливостей, сто человек – сто справедливостей, тысячи человек – тысячи справедливостей. И был страшный хаос. Люди уничтожали друг друга. И вот мудрецы собрались и сказали, так дальше жить нельзя. Знакомый это ведь, правда? Так он прозвучал в 2005 веке до нашей эры. В 2005 веке до нашей эры. И было решено, что надо избрать самого мудрого, который бы объединил все представления о справедливости и выработал единый критерий справедливости. Избрали сына неба, который назначил мудрецов в каждое племя, в каждое селение. И так была упорядочена система критерий справедливости. Они стали едиными. Вот и наш проект, который мы будем рассматривать сегодня и завтра. Они тоже предлагают такой же вариант. Вот собрались мудрецы и разные точки зрения, разные представления об устойчивом развитии, о критериях социальной справедливости, о том, хорошо или плохо потребительское общество, хорошо или плохо, что идет такой быстрый рост населения в одних регионах и падок рождаемости в других регионах. И вот выработать единый критерий. Тут предлагается каждая семья, два ребенка. А все согласятся с этим. И таких критериев, которые требуют высшей мудрости, высшего самоограничения, высшего понимания общности и интересов социума, ради выживания которого необходимо ввести ограничения и на потребление, и на рост семьи, и так далее, и так далее, и так далее. Это великая мечта, которая существует уже столько лет, сколько существует сложившаяся человеческая культура. И в каждой культуре, в каждой цивилизации она своя. И вот здесь впервые предпринимается на четырех конгрессах попытка создать единую систему культериев развития мировой культуры и мировой цивилизации. И оценить все механизмы, которые могут способствовать этому, выработать те правила, те заповеди, которые позволят регулировать действия людей и их поступки, исходя из высших интересов, а не из личных амбиций или пожеланий. Это чрезвычайно трудная, вместе с тем очень смелая попытка, которая предпринимается в четвертый раз, вот на этой конференции специально, в которой выступает наш уважаемый профессор Джан Копа и его каратики в России и во многих странах мира. И эти идеи получили поддержку оближаться в 19-е. Хотя в документах организации в 19-е сна осуждается, что овощи владеют. Призывается государство и правительство сделать для того, чтобы создать высший надправительственный, надгосударственный орган. И сделать это за правительство, которое тоже в документах представлено как ни к чему фактически не способно. Потому что здесь нам нужно найти какие-то этически обоснованные формулы для того, чтобы эти смелые инициативы и обращения к этим организаторам, которые подвергаются столь суровой грехи всей документами, были восприняты с пониманием, а не с отторжением. Я от всей души желаю нашему Конгрессу, нашему форуму мудрецов в поисках и реализации великой мечты человечества, больших успехов в продвижении к этой великой идее. И желаю приятного пребывания в нашей прекрасной столице, в Москве. Я благодарю Михаилу Леонтьевичу за очень содержательное и мудрое приветствие. И он раскрыл вот эту главную идею о том, что необходимо обеспечить выработку общего критерия справедливости для нашего очень 7-миллиардного разнообразного пёстрого мира. Видимо, роль сына Дима трудился сыграть Джон Селфуа. Мы готовы присоединиться к выработке общей концепции. Я должен сказать, что икоррёчий в Шанхай в 2010 году в общемирной выставке на конгрессе, который мы проводили, он представил цикл работ по культуре Китая. И этот цикл работ будет достоин государственной премии СССР. Так что я надеюсь на то, что выставляете привить активное участие с учетом всего опыта в мудрости, который представляет, обобщая опыт мудрецов в Востоке. Спасибо. Собирался выступить приветствие. Посол решили в Казахстан, где он приехал, он лет. Он же наслял в кровке московский танк. Нет его, да? Хорошо. Тогда собирался выступить приветствием представитель посольца Болгарии Койко Арванович. Здесь он готов? Ура. Добрый день. Мне поручено обвинению специального полномочия в послании Республики Болгарии в Российской Федерации господинам. Вот у Сосева сочетаться с хорошими приветствиями. Уважаемые господицы, зданные господа, уважаемые, высокое эстимое собрание. Четвертый Всемирный Центр конгресс глобальной цивилизации собрал нас в столице Российской Федерации, в городе Москве, объединив наши мысли, наши представления, наши мечты о развитии человека и человеческой деятельности в гармонии с природными и общественными законами на годы и десятилетия вперед. Организаторы Конгресса вынесли на обсуждение настолько важные и значимые темы государственной и международной политики взаимодействия в общественной и физиальной сфере, в экономической и хозяйственной деятельности, в науке и образовании, что в любой из сетей программа предложит участникам заинтересованный и ответственный взгляд в будущее, даст всем широкую возможность вынести на обсуждение острейшие проблемы современности, обменяться мнениями и видением практических шагов взаимодействия разных стран в определении различий взаимодействий к достижению глобальных целей. Самые светлые умы в тысячелетней истории человеческой стивилизации всегда продвигали неординарные решения непростых проблем в идеале. Но и демицы, и среди них академик Владимир Иванович должна встречаться в 150-летие со дня рождения от печали, с неисчерпаемым историческим оптимизмом, глубокой верой в разум человеческого рода и в необратимом развитии научного знания смогли раздвинуть для современного человека безграничные горизонты поиска, устремленности, вольного полета мыслей. По этому пути великое наследие не завьет нынешнюю молодежь. Я рад, что могу приветствовать вас, представители мировой науки и экстрактного сообщества из разных стран и континентов, разного, в том числе юного и молодого возраста. Желаю всем доброго здоровья и успешной работы на пользу общества, на пользу всего человечества. Спасибо за внимание. Бойко шоу, с изучением полномочных поселений в студенте Болгарии. Я думаю, что приветствовать было не пора, но дело вы насыщены новыми идеями, и это хороший мовертон, камертон для нашего конгресса. Значит, я хотел бы сказать, что вы получили, во-первых, программу, вы можете с ней внимательно познакомиться и увидеть, что она весьма разнообразна, насыщена, и должны завершить это несколькими итогами, документами, в том числе, вот вам розданный материал с проекта столетнего плана по комплексному оздоровлению окружающей среды. Это первые, на такой длительный срок, и такая смелая программа выдана. Проект обращения к организации обмененных наций по созданию специальной организации, наделенной достаточно компетентностью и ресурсами для того, чтобы решать эти проблемы. У нас много организаций, которые пишут красивые слова, красивые декларации, но потом эти декларации из-за бумаги, потому что они имеют ни компетенции, ни ресурсов для того, чтобы свои добрые намерения претворять жизнь. Вы получили также проект вот этого обращения, получили диск, обратите внимание, в этом диске на русском, английском и китайском языках изложены основные доклады, те, кто успели вовремя представить свои доклады и документы, потом вы будете иметь возможность с ними познакомиться, и дополнительные материалы, в том числе в пресс-сервис и так далее. Значит, сегодня наша программа предусматривается после приветствия первой сессии, которую будет вести академик Акаев и представитель Китайской Народной Республики. Затем будет вторая сессия, посвященная проблемам, связанным с созданием и с обращением ООН и обоснованием организации по комплексному оздоровлению окружающей среды. После обеда у нас будет заседание, посвященное социальным и гуманитетическим проблемам и также динамикам народа населения. Здесь тоже ведущие есть, они указаны в программе. И завершим мы сегодня нашу работу с той проблемой, которая особенно важна для ученых, это повышение роли науки в создании, в основании стратегии и формированию Международной Академии Глобальных Исследований. Снавтра тоже будет заседание здесь, в Красном Зале. И прошу обратить внимание, что 5-го числа по приглашению ректора финансового университета при правительстве России мы уже будем заседать на другом месте, будем заседать на Ленинградском проспекте. Так что там будут проблемы, связанные с финансо-экономическими и с системой образования. То же, прошу обратить внимание, что довольно насыщенное количество докладчиков, поэтому просьба укладывается где-то порядка 10 минут. Есть такая русская пословица, чтобы словам было тесно, обычным простором укладывать максимум идей в это коронавирусное выступление. И я надеюсь, что наш конгресс в 4-х дневных завершится принятием рекомендаций и обращением к организации Дневных наций. И мы проложим там концепт, подведем итоги и объявим о следующем, пятом конгрессе, который будет проходить уже в Африке. Я хочу всех благодарить за такое терпение и внимание и передать слово для ведения первой сессии санкодиннику Акаеву. Просьба занять место президиума и пациенту сейчас тут подписано в программе. Да, расскажет Жан Ли. Жан Ли. Жан Ли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо за интересное. Уважаемые коллеги, начиная первую сессию. Начинаем работу первой сессии. И открывается наша сессия доклада профессора Тао Цэ из Китайской Народной Республики. Прошу. Прошу. Профессора Тао Цэ. Тао Цэ, пожалуйста. Все докладчики представлены, поэтому прошу придерживаться регламента, о чем Юрий Владимирович предупредил. Максимум 10 минут. Уважаемые модераторы, уважаемые гости. И сейчас я бы хотел рассказать о вкладе 100-летнего плана по оздоровлению экологической обстановки. 100-летний план по оздоровлению экологической ситуации. Это, как мы знаем, инициатива председателя, постоянного председателя Организации по продвижению глобальной цивилизации, господина Чан Шаруа. В 100-летнем плане по оздоровлению экологической ситуации описаны основные принципы, которые мы должны придерживаться в процессе построения цивилизованного общества. Основная цель 100-летнего плана – это построение гармоничного общества на основах принципов устойчивого развития. И этот план обладает эпохальным значением в нашей истории. первое, о чём я хотел рассказать – это основные идеи, которые были отражены в 100-летнем плане. идея естественного гуманизма, идея о том, что все люди верят в одного бога, должно стать религиозной основой. Представление о глобальном мире как о едином целом должно стать цивилизационной основой построения цивилизованного общества. Одним из вопросов в повестке дня данного конгресса является создание организации по комплексному оздоровлению глобальной экологической среды. Эта организация должна заботиться об интересах всего человечества, и в особенности наших детей, внуков и всех новых поколений. Также организация должна заниматься средой на земле и вне земли, иметь мировой характер. Также иметь стратегию, организацию, способность решать проблемы, являться специализированным учреждением, уполномоченным правительствами и защищаемым международным и национальным правом. Инициатива о создании организации с такими грандиозными целями не появилась бы, если бы не сложная ситуация в мировом сообществе, если бы не руководящая роль передовых идей. Далее, 100-летний план наделен очень прочной теоретической основой. И здесь речь идет о трех факторах. О ресурсах, необходимых ресурсах, обоснованиях и целях. Теория, теоретическая основа впитала в себя все лучшие идеи философов, политиков, ученых, религиозных деятелей, как прошлого, так и настоящего. В основе 100-летнего плана лежит переход к формированию новой логики. Логики построения философских воззрений. Отказ от предвзятого мнения по отношению к религии. Построение логики, в основе которой лежит природная составляющая и гуманистические настроения человека. на основе этой теории необходимо решать противоречивые вопросы, которые сейчас находятся в современном обществе, которые можно решить объединив все ножовые усилия. И теоретическая основа 100-летнего плана превосходит культурные и государственные границы. И если большинство людей примет идеи, которые отражены в 100-летнем плане, то мы сможем объединив усилия построить гармоничное общество. Также в 100-летнем плане были отражены идеи, касающиеся защиты окружающей среды и предотвращения ухудшения экологической обстановки в мире. Также в 100-летнем плане в этом отношении были проанализированы возможные кризисы, с которыми встретится человечество. Они подразделены на несколько типов и категоризированы по нескольким типам. Также проанализированы возможные сценарии развития в том числе. Одним из возможных угроз – это угроза применения существование ядерного оружия, а также существование природных катастроф, а также существование неприятелей долиновых сил, которые могут произойти в нашей жизни. и только если одно государство, вполне возможно, не сможет эффективно отреагировать на угрозы. именно поэтому нужно объединить наши усилия. Далее идеи, которые положены, цели, которые положены в основе 100-летнего плана, они ясны для каждого из нас. Основная из этих целей – это повышение самосознания человека, распространение правильных ценностей, правильного отношения к современной жизни, правильного поведения как в области экономики, в обществе, в социальной сфере, так и в политике. Необходимо во всех сферах распространять правильные идеи в целях построения глобальной цивилизации. также в плане, в 100-летнем плане рассматриваются вопросы религиозного характера, технологического характера, политические вопросы, экономические и другие. Также это огромное влияние 100-летнего плана на все сферы нашего общества. И в 100-летнем плане границы между культурами, между государствами, они стоят не так остро. 100-летний план, он стоит, идеи, которые положены в основе 100-летнего плана, они стоят над культурами, над правительствами и над организациями. Правительство каждой страны должно осознать важность тех кризисов, с которыми может столкнуться человечество в настоящее время и в будущем. И нужно предпринять превентивные меры для того, чтобы избежать возможных катастроф. Уважаемые гости, каждый из нас должен понять, что мы должны построить благополучное будущее для наших потомков, только объединив наши усилия, мы можем создать гармоничное будущее. Спасибо, спасибо большое. Мой доклад касается стабилизации климата в 21 веке. Это одна из целей 100-летнего плана, также замечательного Московского университета. Да, совершенно верно. Энергетическая стратегия нооскерной цивилизации, ведущая к стабилизации климата Земли в течение 21 века. Мы задались вопросом, возможно ли найти энергетическую стратегию, которая обслуживала бы социально-экономическое развитие мира в 21 веке и которая позволила бы стабилизировать климат. Оказалось, возможно. Вот мы под руководством академика Садовничева, ректора Московского государственного университета, разработали серию таких моделей. Я хочу как раз представить результаты расчетов. Ну, прежде всего, энергетика, как хорошо известно, базис современной будущей цивилизации, ключевой фактор социально-экономического развития мира и безопасности. Но вместе с тем, это главный источник загрязнения окружающей среды и главный поставщик углы кислого газа в атмосферу, который создает парниковый эффект и вызывает глобальное потепление, которое имеет весьма отрицательные последствия. Поэтому основа стратегии, там плохо видно, но я скажу, что это прежде всего стабилизация душевого энергопотребления. Первое и второе – максимальное замещение ископаемого углеводородного топлива возобновляемыми источниками и иными экологическими источниками. Следующий слайд, пожалуйста. Как вы знаете хорошо, индустриальная эпоха, промышленная эпоха, она прошла под знаком технологического прогресса. Вы опередили чуть-чуть. Технологического прогресса, основой которой был рост производительности труда. Вот теперь новая эпоха требует перехода от критерия производительности труда к критерию эффективности использования ресурсов и прежде всего энергетических ресурсов, потому что ресурсы природные, они исчерпаны, основные ресурсы, почти наполовину или чуть меньше, но более чем на одну треть. Следующий слайд, пожалуйста. Источники экономического роста. Ведь энергетические потребности определяются социально-экономическим развитием. Вот источники экономического роста для развитых стран это освоение шестого технологического уклада, основное ядро которого составляют нано, био, информационные, когнитивные технологии. А развивающиеся экономики должны эффективно заимствовать, адаптировать, использовать технологии пятого уклада, которые являются результатом микроэлектронной революции информационных технологий и интернета. Мы видим, что все эти технологии способствуют энергосбережению и повышению энергоэффективности. Они благоприятствуют решению задачи стабилизации климата. Но главный вопрос – это наступает эпоха экономики спроса. Экономика предложения закончилась. Спрос, обеспечиваемый повышением задолженности, дальше не может быть локомотивом экономического развития. Следующий слайд, пожалуйста. Вот новая экономика, а да, условия, обеспечивающие устойчивое развитие в 21 веке, эксперты во всем мире сейчас сконцентрировались на этих пяти условиях. Прежде всего, это восстановление социальной справедливости, хотя бы в той форме, какой она была в мире после Второй мировой войны. Добиться справедливой гармоничной глобализации. Одним словом, можно сказать, позитивное завершение Дахийского раунда по торговле между развитыми и развивающимися странами. Добиться стабильности финансовой системы. Вы знаете, что нынешний кризис прежде всего является следствием финансового кризиса. Далее, конвергентное развитие экономик, потому что без этого нельзя обеспечить глобальный спрос. А если будет обеспечен глобальный спрос, то будут колоссальные диспропорции, дисбалансы в мировой экономике. И один из главных, центральных, хотя он назван пятым, это экологический императив принятия международной конвенции по охране окружающей среды, контролю климата, обязательной для всех стран мира. Следующий, пожалуйста. Ну вот экономику, которая удовлетворяет этим пяти требованиям, сегодня эксперты называют новой экономикой. То есть экономику общества справедливости и разума, о котором замечательно здесь рассказал академик Титаренко. Вот тут представлены имена, которые говорили о вреде, о том, что надо стихийную глобализацию заменить управляемой, и как формировать мировое правительство. Но я должен подчеркнуть, что в нашем сегодняшнем документе есть обобщающие, замечательные предложения в этом плане. Следующий. Вот удивительно то, что все эти идеи сто лет назад были сформулированы великим русским ученым Владимир Ивановичем Вернадским. Это удивительно, что он на сто лет опередил. Здесь академик Титаренко рассказывал о китайском мудреце, который две тысячи с половиной лет назад говорил о том же. Но Вернадский уже на научной основе 20-го столетия смог это сформулировать. Вот это время пришло. Академик Моисеев указал путь в ноосфере через кое эволюцию человека и биосферы. Вот центральное требование – это стабилизация климата Земли. Поскольку времени мало, я дальше очень быстро расскажу. Следующий слайд. Вот экономическая модель. Следующий слайд. Вот вы видите, как будут двигать траектории экономического развития авангардных стран. Китай в 2018 году становится первой экономической державой мира и к 1950 году безусловным лидером с ВВП 33 триллиона долларов. Это две экономики Соединенных Штатов Америки сегодня. Потом США, потом Индия, далее Япония и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот чтобы обеспечить это и сохранить природу, мы в классические уравнения вводим еще один. Вы знаете, что в основном рассматриваются инвестиции физически, человеческий капитал. Но вот мы ввели еще инвестиции как наиболее приоритетные инвестиции на природоохранные веры. Следующий слайд. Вот это решается математически оптимальная задача. Следующий слайд. И вот посмотрите, пожалуйста. Красная черта – это то, что человечество потребляет сегодня. Красная черта. Не случайно. Потому что так нельзя. 80% идет на потребление. Вот ниже зеленая черта – это оптимальная. 60%. Этого достаточно, чтобы решать общественные и государственные задачи все. Природоохранные, посмотрите, сегодня это красная в самом низу. Это в ручеек совершенно недостаточно. Сколько надо оптимально. Вот природоохранные, вы видите, зеленый внизу. Примерно треть. Вот этого хватит, чтобы нам сохранить матушку-землю нашу, биосферу в полной сохранности и передать будущим поколениям. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот тут задача потепления. Можно ли стабилизировать климат? Вы знаете, что вот на 50% уже увеличилась концентрация углекислого газа в атмосфере, которая создает парниковый эффект, греет атмосферу Земли. Следующий слайд. Какие задачи необходимо принять? Следующий слайд, пожалуйста. Вы знаете, что в 96 году Европейский Совет впервые принял решение о том, что нельзя перегреть земную атмосферу на 2 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой 1850-1820 годами. Вот этот лимит 2 градуса был подтвержден решениями многих международных организаций, включая декларацию ООН по климату в Копенгагене в 2009 году. Можно ли добиться, чтобы не перегреть больше 2 градусов? Я замечу, что за 150 лет промышленной эпохи мы уже нагрели на 1 градус. У нас 1 градус на 21 век. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот требования к энергетике таковы, чтобы не перегреть на 1 градус. Следующий слайд. Вот посмотрите, мы следуем естественным тенденциям развития энергопотребления. Вы видите, что некуда без добра после нефтяного шока развитые страны начали снижать энергопотребление. Ну развивающимся еще надо дать провести индустриализацию. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот это все можно превратить в математические формулы прогноза энергопотребления. Следующий слайд. Посмотрите, каким будет энергопотребление в соответствии с новой парадигмой стабилизации душевого энергопотребления. Вы видите, что в концу 2021 даже при населении 11 миллиардов объем энергии требуемой стабилизируется. Вот то, чего мы должны добиваться. Следующий слайд. А вот как авангардные страны, развитые США, Россия, Япония будут снижать потихоньку энергопотребление, ну а Китаю и Индии надо дать возможность решить индустриализацию своей страны. Вот, побороть бедность и нищету. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это нормативы на все страны рассчитаны по нашей новой парадигме. Нормативы обеспечивают минимум комфортного энергопотребления. Комфортного, подчеркиваю. Никаких жестоких требований. Следующий слайд. Ну вот, это схемы расчетов, я на них не останавливаюсь. Модель учитывает все проблемы, связанные с выбросами углекислого газа, их накоплением в атмосфере, нагреванием. Следующий слайд. Вот вы видите, как изменяется динамика индустриальных выбросов. Только в конце 21 века можно снизить вдвое выбросы. Вот это позволяет стабилизировать в пределах одного градуса. Международное энергетическое агентство предложило свою стратегию. Голубая карта, которая выходила на этот рубеж в 2050-м. Но это абсолютно нереально. Вот наша модель показывает, что стратегия международного энергетического агентства, она абсолютно нереальна. В 2050-му году решить эту задачу невозможно. Вот, следующий слайд. Вот теперь температура. Посмотрите, пожалуйста, слева. Вот мы как раз вписываемся 1,1 градуса, даже если население достигнет 11 миллиардов человек. А нижнее 5 миллиардов, самое главное. Но все-таки выходим за пределы одного градуса. Но вот посмотрите, справа в последней граде, там применяются, сегодня начали применять технологии специальные в КПС. Это улавливание и захоронение углекислого газа, углерода. Вот, и если эта технология будет широко применена во всем мире, то обратите внимание, что даже при численности населения 11 миллиардов, нагрев будет только 0,9 градусов. То есть есть стратегия экономическая траектория, которая позволяет вписаться в эти установленные международным комиссиям, международным сообществом лимиты 2 градуса не более вот в предстоящем столетии. Следующий факт. Да, какой ценой это удастся? Вот мы подсчитали, какой ценой слева инерционный вариант. Если мы не будем решать проблему, то какое ВВП получим? Там свыше 220 будет триллион мировое ВВП. Справа, если вот эти трети оптимальных мы отдадим природоохранным защите природы, то есть это финансовая база сегодняшнего документа, о котором говорил первый докладчик. Тогда 180 триллион, хорошее потребление на уровне 60%, все счастливы и сохраним первозданным, то есть мы в сегодняшнем виде нашу матушку природу, биосферу и не дадим разлиться негативным последствиям глобального потепления. Спасибо огромное за внимание. Так, теперь следующим выступает у нас профессор из Санкт-Петербурга. Профессор Супетта, пожалуйста. Да, президент ноосферной нашей академии. Президент ноосферной академии. Уважаемые дамы и господавцы, коллеги, уважаемые зрители высокого собрания, я представляю вам наосферную общественную академию налог общественных, которая уже во всю занимается проблемами иноосферно-ориентированной силы патологии. У нас работаем большой коллектив, проводим форумы в том, что мы реализовываем по наосферным проблемам с северо-атаркти и антаркти, по теории наосферное образование, по методологии наосферно-ориентированной синтеза «Единая наука 21-3». Я представляю вам здесь, как врач, собрознаторный институт управления Российской академии налог общественных государств, основные службы, 一��tain해�аемые государственные институты государственного института государственного патология у bzw. государственного института государственного русско-ориентированного образования, «Авальдар». Тема моего доклада. Эпока Великого Эволюционного Перелома. Наш конкрет посвящен столетию прогнозов. Проблеме образа 21 века. Я считаю, что мы уже на рубеже 20-25 веков купили эпок Великого Эволюционного Перелома. И его характеристику я хочу дать. Первое основное утверждение в рубеже 20-21 веков первой фазы глобальной экологической катастрофы определило начало эпоксии великих революционных переломов. Причем я еще раз утверждаю, не глобальный экологический кризис, а первая фаза глобальной экологической катастрофы. Ее начало состоялось между 80-ми и 90-ми годами 20-го века. И три саммита, начиная с Рио-Доржанейрию 92-го года и кончая Рио-Плюс-20 в 2012 году, демонстрировали только импотентность коллективного разума человечества в лице политической элиты, которая собирается на эти саммиты. К сожалению, переход на модель устойчивого развития, которая остается туманной, так и не произошло. Процессы первой фазы глобальной экологической катастрофы развиваются. Что означает первая фаза глобальной экологической катастрофы? Первое. Конец прежней стихийной парадигмы на основе доминирования закона конкуренции и механизма отбора социальных революций. И переход к модель, наш первый парадигмы социальных революций человечества, на основе доминирования закона кооперации и механизма общественного интеллекта в форме управляемой социальной революции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. Эта эпоха одновременно, по нашим взглядам, является эпохой крана, революционного интеллекта, капиталистов и генерализма. Кажется, аргументация, хочу сказать, аргументация моя представлена в интернете в виде целой серии, более сотни, моноград и так далее на свободном доступе. Только назову одну, один документ. Это документ по заказу Мирового банка 1991 года, написанный по отводительству пунктного интеллекта, в котором вынесен вердикт. Экологически насыщенные ниши, которые занимает человечество, рынок как механизм развития не серпал себя. К сожалению, рыночная парадигма развития усиливает экологический крах человечества, и это нужно осознать еще всему человечеству. Одновременно это экологический крах капитализма и обслуживающий его в философии либерализма. Переход к эпохе ноосферизма – это одновременно переход к эпохе ноосферного, экологического, духовного социализма, предприниматель духовных потребностей на материале. Прошу следующее слово. Какие законы определили переход к эпохе великой эволюционной переломке? Здесь мы выдвигаем новый взгляд на теорию синтетического эволюционизма. Любой конус правительственной эволюции подчиняется метазакону, сопровождать метазакону сдвига от доминанта закона конкуренции механизма отбора к доминанте закона конкуренции механизма интеллекта. Только этот механизм объясняет, почему растет сложность, кооперативность структур в рамках конкуренции революции. И его сопровождает следующий метазакон. Метазакон интеллектуализации или разумления любой конкуренции революции. В отношении к социальной эволюции человечества это означает действие закона роста идеальной детерминации истории, как социальной эволюции через общественный интеллект. Категория общественного интеллекта это новая категория синтологического и общественного знания. Она отражает, насколько общество как целое управляет своим будущим. И, наконец, это законы, внизу показаны, гомеостатических механизмов без первой планеты Земля, как суперорганизмов. В нем можно внести законы Павла Владимирнацкого, закон чешевства и любви, определившие наступление пределов прежней механизмы развития человечества на фоне роста энергетики, хозяйственного воздействия над природой. Прошу следующее. Первая база глобальной экологической статастрофы. Что она собой представляет? Она представляет собой фокус исторического соединения, движения оснований, прошу внимания, большой логики солнца от природы эволюции, понятие новое, которое отразляется в движении оснований взаимодействия человека и с природой по энергетическому базису обменных процессов между мировым хозяйством и природой со стороны энергетического базиса именно хозяйственного воздействия над природой. И вновь к нему это социальное развитие, которое изучали все наши юридические победы, Марк, Станилевский, Тойбиш, Эндлер и все другие, Неспит и другие, все вот эти логики, которые отражают внутреннюю логику социального развития. Что за этим стоит? Первое. Рост глобального социального неравенства, который ведет, по нашей оценке, процент генерального модели, в консу в 2025 году. Еще один вопрос. Следующее. Интеллектно-инферационная энергетическая симметрия коррективного человеческого развития. Когда энергетика, воздействие на природу и, соответственно, запаздывание, обращенное в будущее, намного отбережает практический потенциал и качество управления будущим со стороны человечества. Человечество становится похожим на динозавр. Маленькая королка – это качество управления будущим, а горожанная толщина энергетика, с помощью которой воздействует до будущего. Он захватывается намного дальше, ладит запаздывание, запрашивает в будущее, а смотрит в будущее, как объясняет нам, к сожалению. Следующее. Глобальная интеллектуальная черная дыра, которая отражает практические запаздывания, исследования тех антропогенных изменений в живом веществе биосферы, которые происходят. И запаздывание, во взгляду, что первая фаза глобальной экологической казахстанского государства, она оживляется, но понимание со стороны человечества, политического эстаблишмента, в этом направлении не происходит. И как любая черная дыра, она может привести человечество в небытие. Вместе с его нарциссизмом по поводу своего разума. И, наконец, это глобальный кризис науки, духовно-нравственной системы невоззрения. Кстати говоря, об этом писал Альтер Горг, «Земля, начавший весов», когда он фактически подошел к тому, что человечество может фактически уйти в небытие, он сказал, главная причина – духовная пустота, пустота этой прагматической материальной цивилизации, которая управлялась прибылью. Прошу следующий сайт. Такие логики, две большие логики, что они дают в своем перекрестии. Крессия – большая логика социоприводной эволюции. Она породила глобальную экологическую катастрофу и экологическую катастрофу человеческого разума, который в рамках сихийной парадигмы оказывается нефтагностичным. Второе – внутренняя логика социального развития. Она породила глобальный социальный кризис, что с точки зрения неравенства между самым низшим квинтелем человечества и самым богатым квинтелем. Где разы, если в начале 60-х годов это жало 36 раз, то уже в 2013 году это зашкаливает за более чем 130 раз. Это социальное неравенство. И, наконец, социальный кризис человеческого разума в запасном переходе к общественному интеллекту, к цивилизации общественного интеллекта, который управляет своим будущим. На базе общественной собственности на средства производства, уничтожения эксплуатации человека человека, то есть на базе ноосферного экологического и духовного социализма. Никакая коммергенция между капитализмом и социализмом человечество не спасет. Это, на мой взгляд, романтизм, который пытается сглавить те противоречия, которые на самом деле существуют и продолжают управляться. Я утверждаю свой прогноз на 21-й век. Кстати, это прогноз не только мой, это прогноз многих ученых. Например, в России это Федор Таркадий Павлович, который предсказывает двойную социобиосферу. То есть между социальной человечеством и биосферой и социально-глобальным естественным неравенством, то в 2025-м плюс-минус пятый год. И мы будем видеть, как с одной стороны будет расти социальное воскресение человечества, с другой стороны рисование природы всю нашу социальную логику развития. Таким образом, много живых стоим перед новой парадигмой социальной эволюции и социальной истории человечества. Что в ней главное? Принад человека и его труда и творчество над капиталом. Другого не дало. Второе. Доминанты законных операций, переход человечества, пламентальных операций, в отличие с унификационной глобализацией, которая доминирует сейчас в мозгах, это и есть большая утопь человечества, и один из индикаторов самого храка коллективных мозгах человечества. Ведущая на сферу экологической и духовной социализации. Четвертое. Образование общества, то есть понимание, что в рамках интеллекта емкой, наукой емкой, образования емкой экономики, которая сейчас становится, образование есть не сфера услуг, а базис-базиса духовного и материального структурства. Без этого понимания вся экономическая наука остается утопией, та, которая фактически управляет сейчас нашими мангами. Наконец, закон, отбережающий развитие качества человека, качества общественного интеллекта и качества образования, как закон устойчивого развития человечества в 21 веке. Это основа баланса и гармонии человека с окружающей средой. Наконец, это мир безвольного насилия. Если мир водного насилия будет продолжаться, а эта хайка, которая продолжает нами управлять и запасами, мы уже набежали почти на полвека, то это только приведет к быстрому ускорению гибели, экологической гибели человечества. И нужно четко говорить о том, что мир безвольного насилия стучится в наши двери. Мы написали в основе активы безвольного насилия и выставили в интернете. Наконец, это нас первая парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в 21 веке. Мы выпустили трехпловник на 1700 страниц, коллективные монограды, и она имеется в интернете, где это направление номер отборных представлено. Посмотрите. Итак, нас первая цивилизация человечества. Что их означает? Первое. Цивилизация управляемой социо-природной эволюцией гармонии. Второе. Нас первая социалистическая и гармоническая общество. Третье. Доминирование общественного интеллекта и нас первые духовно-нравственные системы. Пятое. Управляемое социально-экономическое и экологическое развитие на базе законных коопераций и доминирования общественной собственности. Я не случайно делаю ставку на диалектику домината. Это означает, что обчастные собственности в прошлое время не может пройти голое отрицание, как некто из Павелия Логика Ристосия, Думы и Таблета. Но это означает, что мы вступили в эпоху отрицания рынка и частных капиталистических собственностей. И, наконец, это единая наука на сфере и человека. Национизм как научное основание путия в цивилизации. Наше следующее. Переход на аспектную цивилизацию человечества – это, по нашему взгляду, рода действительного человеческого разума. Биосфера была в течение всего антропогенеза, в том числе социальной эволюции, беременно-человеческий разум. Человеческий разум на Земле появляется не случайно, а функция – геосфера. И эта беременность в геосфере человеческим разумом закончилась. Наступили роды, и, как любые роды, эти роды смертельно опасны. Или мы родимся, или нас на Земле не будет. Сценарий того, как может человечество уйти из Земли, по моим расчетам, где-то более 30. В исповеди последний человек, в 2011 году, я ее выставил в интернете, я описал сценарий ухода человечества из Земли, оставил на всякий случай одного человека на Земле, который написал в исповедении человечества, в 2037 году. Человеческий разум убил вирус, потому что мало кто понимает, что есть множество обратных, с обратной связью, регулированных контур в геосфере, в том числе вирусно-микробная составляющая, оборотная обратная связь, которая, через управляемую таким местом, в геосфере, быстро растет в такой вирус, с упорной силой, который будет намного опаснее спиды, и очень спокойно уберет в нас, как свою рамку и уловка, в рамках тех иммунных механизмов, которые когда-то сделаны для геосферы. Таким образом, восстановление действительного разума, это есть восстановление насферного разума. Восстановление действительно насферного гуманизма, использование в качестве ведущих механизмов для образования насферного образования и присвящения. Египта Николаевича Моисея в своих предвещениях на связи с новостями подробно писала о том, что единственный механизм перехода в геосферы, который мы видим, по эффективности, это система учителя. Мы должны обратиться к образованию и науке. Фактически будущее общества, которое может только организоваться, это научно-образовательное общество. И наша, к сожалению, внутренняя политика, которая хочет уничтожить ран, и которая практически держит образование на статусе принципа финансирования, есть невежественная политика. Я открыто заявляюсь этой мероприятий. Реализация императива выживаемости. Держь человечества на человечность. Мы должны стать человечными, и наши нас не будут. Но это страшно. Выдержать без человечества – это оказаться от эгоизма. Как отдельного человека, так и от эгоизма отдельных наций. Есть эгоистические нации. И об этом можно говорить. Есть эгоизм – это централизм региональный, цилизационный и так далее. И сколько бы мы ни говорили, без поворота вот к этому альтуризму, который должен охватить человеческий бассон, а у нас ничего не произойдет. Поэтому с трудами стоит перед императивом на следующей человеческой революции, которая включает себя в духовно-невозгенческой революции. Это означает переход от обезьянного пространства сознания, куда затянется рука, занесет в трамвай, побольше бабок в моем кармане, и так далее, и так далее. А так, что мы повезем. В социальном пространстве сознания человек поднимается хотя бы до понимания, что такое его страна, что такое Россия. Космопланетарного пространства сознания, потому что Земля маленькая, об этом знают все космонавты, а я полторник космических поисков, который всю свою жизнь посвятил космическим током нашим странным СССР, и я понимаю, о чем я говорю. Спасибо, Владимир. Спасибо за внимание. Здесь высвечены мои работы, я и кинучу еще. Разуме-тиразуме, 2003 год, Капитал Акаратия, это новый взгляд на капитал, 2000 год, наш первый взгляд в России в будущем в 21 веке, капитальная монография, признанная в год, Грамп, Рекомене, в 2050 год, сочинение в год на март, на сфере Финкска-Материи, страной, боязнь, например, на свободном доступе, системный анализ современного общества, в 2017 год, слово о русском народе, русском человеке, в 2014, на сфере, в 2001, свободный в 2008, статистико-феритика либерального ратора, рыночный финансырь России, из категории, выходных из исторических КПК, в 2013, образовательного общества, как стратегия развития организма, в 2008, манифест на остеренном социализме, написанном в 2011, я хочу его показать, вот он у меня в руках, это, конечно, манифест, в котором я попытался следы, моря, и марш, написать, что на них есть 21 века, единственный последний человек, это 2011-летний, в котором я говорю. Спасибо за внимание. Спасибо огромное воплоте. Сколько у нас вдохновенных людей, которые... Да, следующее слово для доклада предоставляется профессору Мерфи из Новой Зеландии. Профессор Мерфи из Новой Зеландии. Да, хорошо, сейчас даем слово. Да, если нет профессора Мерфи, то давайте сейчас слово как раз гостю, вот у нас главная гостья, я хочу вам представить, нового избранного председателя исполкома организации по поддержке глобальной цивилизации, по инициативе которого мы и проводим сегодняшний конгресс госпожа Жан-Лань. Давайте поздравим ее с сначала председателем исполкома и предоставим ей слово для доклада. уважаемые гости, дамы и господа, добрый день. сейчас у нас уже четвертый всемирный конгресс по глобальной цивилизации. На протяжении 13 лет в нашем конгрессе приняли участие люди из 100 стран либо помогали нам или поддерживали нас как новый председатель исполнительного комитета и председатель следующего конгресса я бы хотела рассказать вам некоторую основную информацию о всемирном конгрессе глобальной цивилизации и кроме того воспользоваться этим случаем обменяться мнениями в некотором вопросе надеюсь на вашу активную реакцию всемирный конгресс глобальной цивилизации проводится каждые 4 года организации по поддержке глобальной цивилизации основная его идея и теоретическая база это как раз вы можете видеть ее на флагах она связана со справедливостью в различных областях мы должны с помощью современной мудрости изучать идеи прошлого предотвращать столкновение цивилизации путем диалога основная работа направлена на одну цель но достижение идет в три этапа это цель продвижения глобальной цивилизации во всем мире три этапа первое приглашать соответствующих специалистов из разных стран на пяти континентах привести всемирный конгресс глобальной цивилизации обсуждать и принимать документы организации по поддержке глобальной цивилизации теоретические политические религиозные экологические и культурные документы второй этап пригласить политиков международных деятелей и предпринимателей провести пять конгрессов на разных континентах чтобы обсудить методы реализации вышеуказанных документов третий этап организовать из разных стран академических политических региозных и культурных лидеров правительства и неправительственные организации для того чтобы создать различные международные организации и структуры которые будут наделены достаточными полномочиями и финансовой поддержки в том числе это организация по поддержке глобальной цивилизации международное правительство международный религиозный союз международная организация по защите экологии организация в области науки и образования и соответствующие вспомогательные органы очевидно что в истории человечества в том числе в истории религий и культуры человечества это беспрецедентная ситуация и беспрецедентная задача это самая грандиозная задача в эволюции человека мы хотим пригласить всех мыслителей выдающихся деятелей из всех стран чтобы достичь этой прекрасной цели реализовать мечты это историческая задача председатель организации по поддержке глобальной цивилизации и председатель нынешнего конгресса мой учитель Чан Шао Хо в своей книге опубликованной в 1995 году сделал первую описал как человечество вышло из мира животных создало свою культурную сферу сферу и сейчас наши всемирные конгрессы в свете этих идей можно назвать подразделами между старой цивилизацией и новой цивилизацией профессор Джан Шао Хо в своем манифесте глобальной цивилизации также пишет что человечество пройдет три этапа обучения первое это пока человечество еще было в диком состоянии оно училось использоваться орудия огонь строить жилища то есть оно училось создавать местную цивилизацию второй период обучения это период быстрого развития человечество использует электричество и строит свою цивилизацию во всем мире и третий этап обучения это этап очень быстрого развития создания космической цивилизации первый этап обучения уже в основном завершился сейчас начинается второй этап обучения наши предки в суровых условиях все же не уничтожили друг друга в результате беспрерывной борьбы поэтому мы все же можем сказать что человечество имеет большие перспективы однако мы должны помнить о том что 7 миллиардов которые сейчас насчитывает человечество может быть уничтожено тем оружием которое человечество имеет кроме того между различными национальностями религиозными группами и просто общинами существует вражда и все это может привести к взаимным конфликтам и смертям сейчас из-за этого мы все находимся в опасной ситуации председатель джан говорит что мы должны обучать человечество повышать его уровень и особенности мы должны обратить внимание на политиков и на тех кто владеет судьбами народа сходи туда сходи туда У нас технические неполадки, к сожалению, мы не слышим. У нас технические неполадки, к сожалению, мы не слышим. У нас технические неполадки, к сожалению, мы не слышим. Так, следующий слайд, пожалуйста. Я хотел свой доклад разделить на несколько частей. Как сейчас плохо состояние с экологией, потом что загрязняет экологическую среду и что делается в таком русле. Вы смотрите, это города, которые являются самыми грязными городами по какой версии. Но это не означает, что все остальные города чистые. Это из тех городов, которые наиболее грязные. Тут учитывается все. И радиация, и загрязнение воздуха, почвы, воды, которые возле этого города и так далее. Следующие. И еще вот 10 самых грязных рек мира. Вот это река, что вы видите на фотографии. Это река, где уже от мусора воды не видно. Это мусор, который плавает, поскольку утонуло. Представляете? Я узнал, что это река шириной где-то местами до 15-20 метров. Это же довольно большая река. Следующая. И вот список рек, которые самые загрязненные реки. Среди них все страны есть. И это, опять же я говорю, это наиболее грязные реки. Но сейчас нету довольно чистых рек, сейчас очень мало. В крайнем случае возле речки валяются бутылки пластиковые знаки. Следующий слайд. И еще следующий слайд. Это значит, какие источники загрязнения атмосферы. Ну, озоновые дыры вы все знаете уже. Кислотные дожди, к тому же об этом я еще остановлюсь. И парниковый эффект. Перейдем на следующий слайд. Вот наибольшее влияние на загрязнение атмосферы. Все говорят, автомашина, автомашина. Вы посмотрите, автомашины самый маленький сектор занимает. Главный загрязнение, это черная металлургия, потом идет цветная металлургия, потом идет стройиндустрия, энергия и так далее, и так далее. Тем не менее, вот эта загрязненность происходит, если взять океан за единицу, над селами 10 единиц, то есть 10 раз грязнее воздух, над малыми городами 35 раз грязнее, чем над океаном. И наибольшие, большие города 150 раз грязнее, чем океан. То есть, чем атмосфера, над океаном. Следующий. Насчет глобального потепления, вы все уже в курсе, но тем не менее, вот там идет вот такая тенденция. О этом уже мы сейчас говорили. Потепление идет глобально. Остановить это практически, видимо, невозможно, если, конечно, не взяться жесткими методами. Следующий слайд. Ну, например, кислотные дожди. 50% леса Европы России начало усыпать. В Скандинавии из-за кислотных осадков Великобритании и ФРГ погибло в Скандинавии 20 тысяч озер. Это просто озера. Последнее время я увидел, есть гипотеза, что динозавры вымерли из-за кислотных дождей. Следующий слайд. Ну, что-то идет, что в основном загрязнует атмосферу. Вы многие знаете, об этом сейчас в Усапашии тоже говорили. Следующий слайд. Ну, насчет озерного слоя. Утончение озерного слоя приводит к увеличению воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на живые организмы. Недавно я испытал случайно в Индии. Солнца не видно. Но, тем не менее, мы сгорели. Отчего? Значит, уже фиолет пробивает все. Следующий слайд. Вот многие вещи, которые уничтожают озерное слое, уже частично запрещены. Но, тем не менее, еще они продолжают производиться. Следующий слайд. Ну, природа имеет какую-то способность как-то самоощущаться. Но, тем не менее, уже природа не успевает, уже не в силах. Мы, как говорится, промышленность и человечество победила природу. То есть, природу уже без обратной человеческой помощи невозможно уже спасти. Следующий слайд. Ну, опять же, вот загрязнение атмосферы. Тут иногда повторяются слайды. Следующий слайд. Вот загрязнение воды. Вот мирового океана. Значит, ну, вот все видно, да? Различные вещества выбрасываются даже в полиэтиленовые мешки. Оказывается, рыбы, которые дышат, имеют большую рот, скажем, типа коккит. У них в организме, когда поймали, находят разные вот пластиковые бутылки, которые не переработаны и не выбрасываются. Следующий слайд. Вот загрязнение пресноводных экосистем. Уже в развивающихся странах умирает ежегодно 9 миллионов. Я последние данные не успел исправить, а 10 миллионов уже ежегодно умирает. В будущем вода будет дороже нефти и золота и станет поводом для конфликтов. То есть вода уже постепенно становится дороже, чем нефть. Следующий слайд. Вот загрязнение бытовым мусором. На каждого горожане приходится от 150 до 600 килограммов мусора в год. Ну, США 520, Норвегия, Испания 200-300, Россия 300-320. Следующий слайд. Вот мусор выбросили в атмосферу. Я кажется, бумага 2, от 2 до 10 лет лежит. Не растворяется. Консервный банк 90 лет лежит в сафранности. Фильтры от сигарет 100 лет. Полиэтиленовый пакет может лежать 250 лет. Пластмасса 500 лет. Ну, стекло 1000 лет лежит в сафранности. Ну, немножко, конечно, растаивать, но тем не менее. Следующий слайд. Теперь как можно бороться? Вот я просто нескольких примеров взял. Не производить, не продавать продукты, которые могут нанести вред окружающей среде. Например, аэризоны, дезодоранты и другие распылители. Ещё почему бы на близкое расстояние не поехать пешком или на велосипед? Сейчас мы час ехали на автобусе, расстояние, который пешком 10 минут. Может 15. А потом побольше строить заводы для сжигания и переработки мусора. Перерабатываемый мусор надо использовать вторично для строительства дорог, для производства товаров и особенно строительных материалов. Следующий слайд. Ещё сейчас появилось понятие «зелёная экономика». Это очень хорошая идея, она местами уже подчисляется. В Казахстане состоится выставка Експо 2017, вы знаете. Один из главных тем, это будет посвящено зелёной экономике. Прошу посетить. В 2017 году вас стану, когда станет. Следующий слайд. Ну и есть пути внедрения. Это, конечно, во-первых, это местные органы, местные губернаторства, как скажем, местные органы власти должны быть заинтересованы. И тем самым они обязаны уже заставить производство, местные промышленности, они придерживались принципов «зелёной экономики». Следующий слайд. Ну теперь один из вариантов со стороны финансов. Надо придумать такие налоги, которым можно бороться с главными зарядителями воздуха, как я сказал, чёрная металлогия, цветная металлогия. То есть надо придумать систему налогообложения, чтобы им было интересно сохранить природу, а не производить. И эти средства, которые этим налогом поступают, надо использовать на уборке мусора, лишение населения, лишение природы и так далее. Вот сейчас в тех странах, где Юго-Восточной Азии, оказывается, стало невыгодно ловить рыбу, экономически легче собрать мусор, который на этой реке, и сдавать мусор. То есть ловля рыбы стала невыгодной. Ну, надо такую ситуацию создать, что собирать мусор было выгодно. Это, во-первых, решит вопрос безработицы. Вот как один из примеров, куча примеров, вы знаете, сейчас есть пластиковые пакеты, которые через два года уже растворяются. Делаются из разных материалов, типа вот один пример. Пепсихологи выпускают уже, впустили в продажу бутылки, которые созданы из разной щелухи, растительности и так далее. Которые через два года раз исчезают. Ну, превращается, скажем, в мусор, который не вредный. Ну, что это все даст? Это все даст, что станет лучше жить и так далее. Вот я, как пример, привел социологи США 2007 года данные. 10 самых счастливых стран. Смотрите, это страны, где чистота. Где чистота, это многие знают, какие страны, где следят за экологией, где следят за загрязнением. Многие страны, я не знаю, сейчас как в России, в Казахстане этого пока нет. В Европе уже три типа контейнера стоят мусором. Мусор, который перерабатывается, мусор, который не перерабатывается. И мусор, который можно использовать вторично. Следующий слайд. И вот самый чистый в мире водоем. Идея к тому, что еще не все потеряно. Есть еще примеры, где есть чистота, где есть ухоженные территории, озера. Вот в Германии, потом Мальдивы отдельно. В Бразилии есть река. Вот озеро, и так далее. Озеро 5 цветов Китая, озеро Байкал в России и так далее. То есть есть к чему стремиться, есть пример. Ну, то есть самые чистые в мире водоемы, то же самое, примеры. Вообще, спасибо. Ну, это только немножко... Давайте просто сохраним нашу планету. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Следующий... А, да-да-да. Ну, может быть, описка просто. Ну, учтет, учтет, учтет. Да, следующий докладчик, главный научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии, товарищ Голубев. Повторяю школе, вот, там тоже больше, чтобы региона, то есть не будет просьба контролирована. Уважаемые участники Конгресса, я благодарю Новгород-Комитету за предоставленную возможность выступить перед вами. Многолетние усилия российских экологов по информированию общественности об экологических проблемах принесли свои плоды. 2013 год объявлен годом охраны окружающей среды. Однако, на наш взгляд, такая формулировка не совсем точна. И суть проблемы несколько иная. Почему? Действительно, от кого охранять окружающую среду? От человека на человек, сам выдвижение биосфер. У него имеется своя биосферная функция поддержания устойчивости природных систем и биосферы в целом. И ничего не появился бы. Я не могу останавливаться подробно на проблеме биосферной функции и иду дальше. То, что формулировка проблемы как охрана окружающей среды недостаточно, следует из основного видового свойства жизни. Она заключается в том, что жизнь всегда изменяет среду своего обитания, делая ее максимально приспособленной для своей жизни. Классический пример этому – субцессия на свежем лавовом потоке вулкана. Когда первоначально безжизненная лава под воздействием жизни превращается в богатую почву, на которой расцветает яркая жизнь. То же самое делает и человек, только в существенно больших масштабах. Поэтому антропогенное изменение природной среды – это закономерное, необходимое и даже желательное явление. Важно только, чтобы это изменение имело определенные пределы. Антропогенное изменение среды – это прогресс. И это следует из общих законов развития. В частности, триалектика показывает, что наш мир функционирует на основе, развивается на основе разрешения противоположностей путем рождения нового, то есть третьего. Поэтому и слово триалектика – это новое, есть гармонический синтез разрешающихся противоположностей. Значит, в данном случае мы имеем дело с противоположностей естественной среды, естественной среды, искусственной среды. Согласно триалектике, движение от естественной к искусственной биосфере – это есть прогресс, но только до определенного уровня преобразования. Затем он сменяется регрессом. И наоборот, движение от искусственной, то есть полностью управляемой биосферы, естественной – сначала прогресс, а потом сменяется регрессом, когда степень управления становится чрезмерно малой. Вот данная противоположность, как я уже говорил, согласно триалектике, разрешается рождением нового. Это новая система социогуманизма, или точнее, эко-социогуманизма, в которую входит регулируемая человеком биосфера, и в которой существует гармония человека и природы. Поэтому нужна не охрана окружающей среды, а нужна гуманизация окружающей среды, с тем, чтобы сделать ее наиболее удобной для прожилания. Конечно, экологический компонент при этом играет важнейшую роль. Вот гуманизация среды будет способствовать росту качества человека, увеличению человеческого капитала. Мир движется в гармонии – это закон о эволюции. В связи с этим мы имеем в виду также движение к социогуманизму. Я несколько слов скажу о социогуманизме. Это учение развивается нами, начиная с 1990-х годов прошлого века. Теория социогуманизма строится дедуктивным методом от теории социоприродного развития к социогуманизму. Поэтому она имеет прочную научную базу. Значит, учение социогуманизма включает в себя следующие составляющие. Это, значит, теория социоприродного развития, новая системная теория человеческого капитала, оригинальная концепция национального богатства и качества жизни, теория социогуманитарного государства и, наконец, мировоззрение социогуманизма. Согласно социогуманизму, жизнь – высшая ценность бытия. Это подразумевает трепетно-бережное отношение к феномену жизни вообще, а и человека в частности. Главное богатство человека заключено внутри него самого, а не во внешних обстоятельствах его жизни. Поэтому первая составляющая социогуманитарного перехода, перехода к социогуманизму – это от человека социального к человеку социально-духовному. Мы полагаем, предполагаем, что такой переход к социогуманизму может состояться уже во второй половине нашего века. Социогуманитарное государство ставит в центр развития человека, имея в виду его гармоничное развитие. При этом экономика перестает быть целью, а становится средством, средством гармоничного развития человека. Гармоничное развитие человека предполагает сопряженное, одновременное развитие всех составляющих человеческого капитала. Витальный – это следует из нашей системной теории человеческого капитала. Витальный – это характеристика здоровья человека, интеллектуальная характеристика человека как работника и духовная характеристика человека как носителя нравственности. Поэтому еще две составляющие социо-гуманитарного перехода следующие. От общества потребления к обществу социального гуманизма и от социального государства к социо-гуманитарному государству. И, наконец, два слова о соотношении теории социо-гуманизма и учения на сфере. Обычно под на сферой понимается биосфера, управляемая разумом человеком. Но достичь полной управляемости биосферы человеком практически невозможно. Для этого потребовались нереальные затраты ресурсов. Кроме того, полная управляемость противоречит законам прогресса, о чем я уже говорил. Должна быть гармония. Поэтому в нашей интерпретации на сфера – это есть система природы человек-общества в состоянии гармонии. А составляющая на сферы – это регулируемая биосфера, человек социально-духовный и социо-гуманитарный государство. Гуманизация окружающей среды – необходимые условия прогресса глобальной системы природы человек-общества. Спасибо. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Следующим нашим докладчиком является наш высокий гость – господин Норгу. Господин Норгу, 100 лет адекватный горизонт регулирования процессов урбанизации. Господина Норгу я не вижу. Тогда переходим к следующему нашему докладчику, который завершит. Президент Государственного фонда развития Северо-Запада Афанасия. Вот обратная связь о столетнем плане. Уже появилась обратная связь. Обратная связь уже явилась. Пожалуйста. Сегодня сессию открывали столетним планом. И вот, пожалуйста. Спасибо. Учитывая, что господина Норгу нет, я постараюсь объединить очень коротко два сообщения. Это четвертый конгресс. Сначала, конечно, была другая тематика. Насколько помнят, вот патриархи, которые были на первом, на втором конгрессе. И российская часть планировалась под флагом хай-тека. Но не утилитарно, не утилитарно, а в плане новых стандартов. То, что более обширный взят флаг, я думаю, что это плюс четвертому конгрессу. В столетнем плане, учитывая, что после меня уже не будет выступающих, и можно перейти к кофе-брейку, я постараюсь не только за 10, может, там, за 7 минут вложиться. Уважаемых собраний подобных, поэтому вы знаете, как профессионалы, обманывать друг друга не надо. Очень много в мире. Я рад хорошему докладу. Там был профессор Амарова. Мы знаем друг друга давно, с первых конгрессов. Включая визуализацию, очень хороший, классный, такой позитивный доклад. Были там некоторые помадки, в частности, в слове «зеленое», там было два «не». Но доклад чрезвычайно хороший. И учитывая вот эту, как бы, оговорку, в слове «зеленое», я отнесу ваше внимание на 50 лет назад. Профессор Амаров сказал, что в 2017 году в Казахстане будет ООНовская тема по зеленой экономике. Зеленую экономику, насколько мы все знаем, пытались вводить и 250 лет назад, когда физики продвигали научно-технический прогресс. И самая активная политическая заявка была, когда организовался Римский клуб 68-м году. И основатель, известный организатор европейской мировой науки Фриц Рерик, отец «зеленой» экономики, всем известен. Прошло 50 лет. Значит, нет действительного механизма. Ученые говорят умные вещи. Организация для продвижения глобальной цивилизации и усилия уважаемого профессора Шуахуа и профессора Яковца всем известны в мире. И все вроде бы правильно. Значит, не хватает, видимо, дорожной карты или какого-то сопряжения с экономическими стратегиями или политическими. Что в отношении 100-летнего плана? Столетний план заявляется не в 2000 году, не в 2001, а почему-то в 2013-м. Я скажу, что это очень тонкая вещь. Можно, конечно, было и в первых конгрессах, коллеги скажут, это тоже было. В Австралии были такие задачи и по климату, и по всеобъемлющему развитию глобальной цивилизации, включающей эту проблему. Но вроде бы почему-то 2013 год. Я хочу сказать, что в этом году, напомнить вам, 100 лет Федеральной резервной системе США, она была основана в 1913 году. Если мы говорим, что научное и мировое сообщество говорит о правильных вещах, экономические стратегии и политические стратегии не сопряжены, то 2013 год является как бы сакральным годом в плане объявления 100-летнего плана. Теперь, очень коротко, о чем мы говорили с коллегами, с профессором Жаху Шуахуа, и в частности вчера на пресс-конференции в РИА Новости. Мы говорили о том, что Конгресс пройдет, осталось два дня, пятого, по-моему, да, последний день. И потом надо делать какие-то этические сопряжения, связанные с лидерами государств, с общественными лидерами, с научными лидерами. Что предлагалось? В принципе, ОПГС может принять участие в конференции, которая будет по результатам экологического исследования и экспедиционной деятельности на четырех континентах. В феврале стартует экспедиция от России до Канады через Северный полюс. И под флагом Организации объединенных наций здесь были руководители представительства ООН Российской Федерации, которые знают, что еще Кофи Амин благословил этот процесс. И представители ОПГС могут принять участие. Что там может произойти? На Северном полюсе передача огня за неуничтожение человеческой цивилизации, оглашение 100-летнего плана для всего мирового сообщества в интернет-формате из нулевой точки. Сейчас это значит, я говорю про Северный полюс, а в январе 2015 года в Антарктиде Южный полюс. И этическая норма – это закладка капсулы на дно океана. Ну, понятно, что это какое-то либо шоу, кто-то скажет, что, может быть, это какие-то не очень популярные или умные вещи. На самом деле, если капсулу раздавить нельзя, она сделана нашей оборонкой, космической отраслью и выдерживает 2,5, если это на хребет Ломоносова и там рядом, там, где Борнео, это в радиусе 50 километров от полюса, либо на самом полюсе, выдерживает толщу воды. То есть через 100 лет после вот этого конгресса 4-го по 100-летнему плану, где все аспекты, связанные с изменением и опасностями изменения климата и охраной, глобальных аспектов охраны окружающей среды, будут заложены там в электронном формате, через 100 лет следующее поколение и предъявить нам иск, правильно ли мы это делали или неправильно. Ну вот, у меня примерно все. Я могу говорить еще очень много. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. У нас, ребята, успешно совершили для работы первая сессия сейчас кофе «Брэйн» и «Крэш-Брэйн». И главный организатор проведет пресс-конкурессующего «Крэш-Брэйн» и «Крэш-Брэйн» и «Крэш-Брэйн» и «Крэш-Брэйн» в следующей сессии.